Чемпионы для классов 49, 49, FX, NACRO 17, MIXT и RSX у женщин были определены за день до финиша. Так как в этих классах участников было меньше 10, то медальные гонки по правилам не проводятся. Чемпионат удался, очень хочется, чтобы было больше, с каждым годом больше борьбы. Потому что в некоторых классах у нас есть явные лидеры, а за ними пока никого нет. Нам хотелось бы, чтобы все-таки их было больше. В классе 49-й властвовали Ян Чех с Иваном Зотовым. Их отрыв от ближайших преследователей 14 очков. Классные гонки, классный чемпионат. На самом деле я очень доволен. Все дни был ветер. У нас провели полностью всю программу, которую запланировали. И учитывая, что это была вторая регата в отборе в сборную в следующий год, вообще супер. В классе 49-й FX на протяжении всей регаты бал правили Зоя Новикова и Диана Сабирова. В классе Накро-17 «Микс» наилучшим образом себя проявили Максим Семенов и Алина Щетинкина. Шесть побед в восьми гонках. Результат в классе RSX у женщин был предсказуем. Мариам Сехпосян, выиграв все гонки, далеко впереди. Основная мотивация в том, чтобы сделать все круто и быть собой довольным. В заключительный день чемпионата состоялись медальные гонки. Они проводятся для десяти сильнейших экипажей в каждом классе. Первыми вышли на старт представители класса 470. Здесь, несмотря на непростые события, выиграли и заключительную гонку, и регату непререкаемые лидеры флота Павел Сазыкин и Денис Грибанов. Все по плану, как планировали, составили цели и задачи перед собой выиграть этот чемпионат. Выиграли, все в порядке. Чемпионат в целом прошел, я считаю, отлично. У женщин с золотом Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская. У нас, в принципе, был большой запас, так что мы особо сильно не переживали. И даже тот момент, когда Анжелика начала отмечать чуть раньше, чем планировалось, когда она в гонке нырнула на повороте, мы все равно воспринимали это спокойно и продолжили гоняться. В классе «Финн» очень уверенно провел регату Аркадий Кистанов. После первого дня он уступал Владимиру Круцких, но дальше вышел вперед и наращивал преимущество. На его счету 7 побед в 11 гонках. Аркадий ослабил хватку в медальной гонке, финишировал шестым, но, по словам спортсмена, запланировал провести заключительный старт регаты консервативно и осторожно. Запаса по очкам было предостаточно, а получить фальстарт не хотелось. Было достаточно драйвово, достаточно интересно. У нас все было очень близко. У меня при этом все получалось, и я прям очень доволен. Некоторые моменты были прям офигенно эмоциональные, это очень нравится. В классе «Лазер» верховодил Сергей Комиссаров. 7 побед в 10 гонках, в том числе и медальной, и 3 вторых места – это стабильность высокого уровня. В классе «Лазер-Идеал» довела регату до победы Валерия Ломаченко. Это первый чемпионский титул спортсменки. Как только ветер подходил, мы сразу выходили. Ни разу не было ни одной гонки, прям вообще в конкретный штиль. Все было адекватно и очень-очень здорово. Спасибо всем за это. Ну и на закуску чемпионата России на воду вышли виндсерферы RSX. Евгений Айвазьян отстоял свое звание чемпиона и сделал это с солидным преимуществом. Неудачным для Евгения был лишь первый день, когда он нахватал лишних очков. Затем спортсмен выправился, вышел в лидеры и уверенно проследовал к золотой медали. Готовился я серьезно. Такое мероприятие в России самое важное. И готов я был на 100%. В целом программа выполнена во всех 10 олимпийских классах. В лазере и лазер-радиал было проведено по 9 гонок. В классах финн и 470, где мужчины и женщины гоняются вместе, по 10, в остальных по 12. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.